Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слогараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Совет международного значения. Был представлен опыт применения беспилотных и датарных аппаратов российских военнослужащих сил. О чем в Казани договорились военные страны СНГ узнал Дмитрий Аринин. Разлом в деревне Нижний Тимирлек. На 18 часов, 19 числа было 2 квадратных метров обрушения. О том как обвалился грунт на дамбе. Альбина Минибаева. Бургаз ответит. Остаются непроверенными более 3000 импортных котлов. Нижнекамская прокуратура выявила нарушения в работе горгаза города. Об этом Анна Городнова. Их уже миллион. Концерта 18-го. Фестиваль у нас есть. Алина Снегаевна. Сегодня в Казани обсудили безопасность страны СНГ. В столице республики прошло заседание комитета начальников штаба вооруженных сил стран Содружества. Делегаты из восьми стран осмотрели современную российскую военную технику и подытожили применение беспилотников в Сирии. Планы военных узнал Дмитрий Аринин. Цветы к вечному огню, дань памяти и почести погибшим воинам. Вместе противостоять неприятелю остается главной задачей военных СНГ. Лучше поражать цели и самим не становиться мишенью призвана модернизация армий. Что нового появилось на вооружении, военные посмотрели на выставки в Казанском танковом командном училище. Это заведение 40 лет назад окончил начальник российского денштаба Валерий Герасимов. Сегодня свою продукцию здесь представили более 30 предприятий, в том числе из Татарстана. В ходе посещения гостей сопровождал премьер Алексей Писошин. На встречу в Казань приехали представители восьми стран СНГ. Главной темой стала военно-политическая обстановка на южных границах Содружества. Собравшиеся анализировали угрозы и обсуждали, как противостоять международному терроризму. Особое внимание на заседание уделили теме беспилотной авиации. Учитывая сохраняющуюся террористическую опасность, был представлен опыт применения беспилотных летательных аппаратов российским военнослужащим в Сирии. Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействие беспилотным летательным аппаратам. Учитывая вопросы госбезопасности и не одной, а нескольких стран, большая часть заседания прошла за закрытыми дверями. По итогам заседания начальники штабов доложили, ими был рассмотрен широкий фронт вопросов взаимодействия. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества независимых государств имеет хорошие перспективы. Также в Казани военные СНГ договорились, в этом году пройдут совместные компьютерно-штабные учения ПВО «Безопасность-2018». Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаммедов, Лина Зинатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. В Рыбнослободском районе сегодня оценивают масштабы разрушения плотины. Здесь же произошел и обвал грунта на дороге, и отрезал два села Нижний и Верхний Тимирлек. Сегодня туда уже потянули снегоболотоход «Шерп». Это на случай, если придется доставить продукты, медикаменты или людей. Спасатели говорят, что сейчас пик второго периода паводка, и он опасен даже больше, чем первый. О масштабах разрушения Альбина Минебаева. Грудь на этой дамбе обвалился накануне в 7 часов вечера. Дальше ситуация только ухудшалась. На данный момент это самая безопасная точка. Дальше просто не пропускать, потому что угроза обвала до сих пор сохраняется. И это не кадры из голливудского экшена, а дорога в Нижний Тимирлек. Вынужденная парковка за несколько метров до плотины. Размыло и обвалило буквально за несколько часов. Вот вы видите этот разлом. Соответственно, два квадратных метра, то есть край протяжной части, буквально на 18 часов, 19 числа, было два квадратных метра обрушения. И вот на сегодняшний день что произошло. Я сам не знаю, как проехать. Через поле тоже невозможно. Дорога оборвалась сразу в двух селах. Верхний и Нижний Тимирлек. По грунтовым дорогам пока к ним не проехать. Жителям остается запастись продуктами и ждать. У нас есть все масло, вот рожки, гречка. Директор школы, как предчувствовал обрушение, в апреле пополнил запасы на месяц. Дефицит точно не страшен, но родителей предупредил сразу. Сразу известили учеников, родителей, чтобы они не ходили в речку. Плотина, 1972 года, последний раз дорогу обновили в 2010-м. По словам исполкома района, задвижка на одной трубе была забита рыбой, и она слабо пропускала воду. Задвижки были не до конца открыты. И, что немаловажно, погодные условия. Именно вчера были большие осадки, плюсовая температура. Как видите, с гор вода спускалась. Талая вода как раз стекается с обрывов. И лесов это второй период паводка. Он опасен не меньше, чем первый. А то и больше. Вода продолжает пребывать, а население уже расслабилось. Нельзя, вот как в этом случае в Тимирляке, баловаться закрытием донников и расслабляться. Паводок еще идет, плюс он еще будет идти на водохранилище. Быть на Чеку, как минимум до середины мая. Прибытие еще ожидается на Куйбышевском водохранилище. Время на дорогу же в деревне Тимирляк планируют восстановить за 48 часов. Альбина Минебаева, Марат Сейдгараев, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Последний аккорд зимы в разгар весны. В эти выходные в центральной части России ожидают буран. 21 и 22 апреля синоптики прогнозируют снег, причем он выпадет местами до 15 сантиметров. Предположительно, в воскресенье ночью температура опустится до минус 2 градусов. Днем от 2 до 8 градусов тепла. Не заплатил штраф, лишился части зарплаты. В татарстанские компании начали приходить постановления от судебных приставов о долгах сотрудников. В данном случае это неоплаченные штрафы ГИБДД. Причем массово по 30 постановлений. Такого раньше не было. Обычная ли это практика, мы спросили у судебных приставов. Меня удивил звонок, когда мне позвонили с нашей бухгалтерии. Сказали, почему не оплачиваете штрафы. Оказалось, что теперь о долгах за штрафы ГИБДД знают на работе. Их несколько, причем некоторые за 2016 год. Постановление прислали судебные приставы. Сотрудник сразу же оплатил все штрафы, но есть факт, который возмущает. Удивилось, что почему на работу. То есть это моя частная жизнь, моя личная жизнь. ТНВ стала одной из компаний, куда пришла сразу кипа постановления. Сразу на 30 персон. Это дополнительная нагрузка на бухгалтерию. Они обязаны вместо должника теперь оплачивать его штрафы, списывая их с зарплатной карты. Наверное, точно было. Просто мы отправили все. Как нам пояснили судебные приставы, сообщать работодателю информацию о штрафах они имеют право. И уведомлять об этом должника не обязаны. Квитанция со штрафом приходила, а значит сотрудник в курсе. И такая работа совместно с ГИБДД ведется с 2016 года. Вопрос только в том, почему постановления разного периода прислали именно сейчас. И так массово. Из-за технических трудностей, которые в данный момент в службе судебных приставов под Тарстану устранены, были направлены одновременно сразу несколько обращений о взыскании на заработную плату должников. Судебные приставы исполнители обладают расширенными полномочиями. Они вправе отправить запрос в кадастровую палату ГИБДД Ростехнадзор Пенсионный фонд для выявления собственности должника и места его работы. У них много ресурсов для взыскания долгов. В том числе они могут обязать работодателя списывать долг с зарплатной карты. Мне кажется нет, потому что не все письма приходят домой. Можно сдерживать зарплату? Если люди не оплачивают штрафы, наверное, да? Смотря какой штраф, если это алименты, то в порядке вещей. Если какой-то административный, там за красный свет, или не перешел по этой, то я думаю, что не стоит. О штрафах ГИБДД могут узнать на работе в будущем уже и без судебных приставов. Министерство юстиции предлагает законопроект, который предусматривает новые полномочия для ГИБДД. Они смогут присылать штрафы напрямую в компании, где работает сотрудник. Альбина Слагараева, Александр Лобанов и Данил Филатов. ТНВ Казань. Не обслуживают импортные котлы и не проводят инструктаж, так утверждает Нижнекамская прокуратура. Она выявила нарушение в работе горгаза города. В отношении организации уже составлены предписания. Что говорят в самом горгазе, услышала Анна Городнова. Проверять газовое оборудование в квартирах специалисты должны ежегодно по нормам безопасности. Мастера смотрят, чтобы все было исправно и не было утечки газа. Прокуратура Нижнекамска нашла нарушение и утверждает, проверяют лишь российское оборудование. Импортные котлы остались за бортом. В нашем городе остаются непроверенными более трех тысяч импортных котлов. Данные обстоятельства влияют на безопасность и здоровье наших граждан. У руководства Нижнекамска на этот счет своя позиция. Импортные котлы должны обслуживать организации, которые их устанавливали и с кем у них заключены договоры. Я так думаю, что все-таки их немножко ввели в заблуждение. Фактически мы никогда никому не отказываем в заключении договора на техническое обслуживание. То есть это однозначная позиция. Если нет договора, то и не производится пуск газа. Если бы мы, например, запрещали людям заключать договора с организацией, которая их устраивает в данном случае, то мы нарушали бы закон. После прокурорской проверки предписание получили три управляющие компании. Они должны следить за состоянием газовых труб. Нарушение влияет на то, что возможно образование коррозии, то есть возможно образование дыр в трубах. Также выявлены такие нарушения, как отсутствие поддерживающих кронштейнов, видны прогибы. Гургас уже подготовил письменный ответ в прокуратуру относительно своей работы. А управляющие компании должны устранить нарушения, иначе их ждет штраф. Анна Городнова, Светлана Шумкова, Евгений Лозаев, Ахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск. Вместо дачных домиков, магазинов, садовых обществах, набережных Челнов и Тукаевского района начались проверки по факту незаконного строительства. Сотрудники управления Росреестра Республики выехали в рейд вместе со съемочной группой. О нарушениях Лина Зинатулина. Здравствуйте. Мы к вам приехали. Государственный земельный надзор. Пока в целях, скажем так, установления отдельных фактов. Владелец этого магазина нарушил земельное законодательство. В Росреестре участок обозначен как садоводческий, а на деле здесь расположен коммерческий объект. По словам продавца, о нарушении он не знал, помещение арендует. Вы не знали, да, что нарушаете? Нет, не знал. В течение какого времени думаете уже все устранить? В самое ближайшее время устраним. А пока мужчина поспешил самоустраниться, на сегодня магазин закрыт. В садоводческом обществе «Заря» пять подобных мини-маркетов. Сарафанное радио сработало оперативно. Владельцев остальных торговых точек оповестили о проверке, и они в срочном порядке свернули свою деятельность. Но их присутствие было необязательным. Факт налицо. Магазины на этих территориях построены незаконно. Земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, начинает использоваться уже в коммерческих целях под магазины. Это значит нарушение статьи 42-й земельного кодекса Российской Федерации. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием. Расчет собственников прост земельный налог на садовый участок значительно ниже, чем земельный налог на участок под магазином. Поэтому владельцы не хотят вносить изменения в документы о том, что на их территории расположены мини-маркеты. А это нарушение, которое грозит штрафом от 10 до 100 тысяч рублей. Пока же на устранение нарушений владельцам участков дается один месяц. Лена Анатольевна, Светлана Звонарева, Эльмира Гунудинова, Эльнар Мустафин, ТНВ, Набережные Челны. Клещи наступают в Нижнекамске. Два человека стали жертвами кровососов. Врачи призывают горожан быть бдительными. При обнаружении насекомого на теле не удалять его самостоятельно, а сразу же обратиться в травмпункт. Пик активности клещей специалисты прогнозируют на конец мая. Сейчас готовятся к проведению масштабной санитарной обработки. Планируем обработать парк «Семья» 30 гектар. Территория Майдана, это Сабантуй, Нижнекамский, Камских полянах 40 гектар. Лесной массив, примыкающий к городу, это вот в районе Батыр, Шифалы 80 гектар. И скверк Тукая около 8 гектар будем обрабатывать. Развитию отношений между Татарстаном и Египтом нужно придать новый импульс. Об этом заявил сегодня Рустам Мениханов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в России. По итогам прошлого года двусторонний внешнеторговый оборот составил почти 23 миллиона долларов. Говоря о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом с 12 апреля этого года, Рустам Мениханов отметил, что сфера туризма одно из приоритетных направлений для региона. На встречу обсудили также сотрудничество в сфере образования. Сейчас в Казани учатся 55 человек из Египта. Поль Пагба, Томас Мюллер и Хамис Родригес играют на Казанском газоне. Во время чемпионата мира по футболу Казань-арена примет 6 матчей. Напомним, Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Первая игра на нашем стадионе состоится между сборными Франции и Австралии. Всего в рамках группового этапа в Казани будет сыграно 4 матча. Еще 2 игры состоятся в рамках 1-8 и четверть финала плей-офф. Осторожно, фейк! В соцсетях разыгрывают экипировку чемпионата мира по футболу в России. Первым 20 тысячам подписчикам предлагают сделать репост и бесплатно получить одежду символикой. Подобными страницами обзавелись в Казань, Ростов и Волгоград. В пресс-службе стадиона Казань-арена эту информацию опровергли, заявив, что эти аккаунты к ним не относятся. Первый этап конкурса, который объявила наша телекомпания, завершен. Мы почитали список работ от молодежи, желающей выиграть целевой грант от ТНВ и поступить в высшую школу журналистики КФУ. На конкурс пришла 41 работа. Сейчас начинается второй этап. О его условиях мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Все пути ведут в сельхознаб. Сегодня в Болтосях открылся новый филиал крупнейшего татарстанского ритейлера сельхозтехники. Болтосинцам новая площадка принесла 17 рабочих мест покупателям самую северную точку продаж сельхознаба на карте республики. На ее открытие побывал Рамиль Шайдулин. От радиаторов до сенокосилок сельхознаб пришел в Болтоси. Новый склад и офис продаж появились за два года. Сегодня на прилавках все самое нужное для дома и посевной. По знакомым ценам, но в минутах от дома. До этого мы ездили минимум 50-60 километров до Сабы, до Сокьей горы. А сейчас у нас, прямо у нас, как говорится, сиюминутно можно привезти, заказывать. Новые площади – это 17 рабочих мест. Здесь работают болтосинцы, продавцами и консультантами. Раньше за техникой выезжали из Болтосей. Теперь покупателей ждут к себе. Мария и Элькиров, и они в ближайшее хозяйство. К нам приезжали киндери, а сегодня же мы близко сделали для них склад. Здесь, на этом складе, есть практически все. Дальше расширяться по планам ритейлеров. Вскоре здесь же технику начнут и производить. Остается наладить логистику. Дальше дело за малым – создать рабочие места. Рамиль Шайдулин, Омерзалюшев, ТНВ, Болтосинский район. 18, и мы уже прямо сейчас гала-концертом в Пирамиде завершается 18-й фестиваль созвездия «Юлдезлэк». На этот раз республиканский телевизионный молодежный фестиваль посвящен столетию основания комсомола. В Пирамиде работает наш корреспондент Лина Зинатулина. Лина, кто же добрался до сцены главного концерта фестиваля? Добрый вечер, Альбина. В 18-й раз на сцене самые яркие звезды большого созвездия «Юлдезлэк». На этот раз их полторы тысячи. Сольные артисты и целые коллективы. Малыши от 5 лет и молодежь до 21. Конечно, из всех уголков в республике. Попадают на главный концерт фестиваля не с первой попытки, делятся участники. Мы занимаемся уже 3 года. В том году мы участвовали на Дагао, концерты не прошли. А в этом году мы упорно старались и дошли до пирамиды. Фестиваль поистине очень замечательный и радостный для детей. Я нашла здесь много друзей хороших. Через зональные этапы в 10 городах республики прошли в этом году больше 20 тысяч участников. И сегодня буквально вихрем сменяют друг друга лучшие номера вокала, хореографии, конферанса. И гости здесь не менее звездные. Участников уже поздравил Александр Розенбаум. С гордо поднятой головой, зная, что ты умеешь жонглировать, танцевать, петь, плясать, говорить и так далее. Спасибо, с праздником вас, успехов, всего вам доброго. Бене Маги Хматуруссы. Трехчасовой галоконцерт продолжается и завершится церемонией награждения. Гран-при фестиваля созвездия «Ёлдэзлэк-2018» объявит президент Датарстана Рустам Минихадов. Спасибо, Лина. А я напоминаю, что это была Лина Зинатулина. Сейчас она работает в «Пирамиде» на фестивале созвездия «Ёлдэзлэк». Сегодня футбольный клуб «Рубин» празднует 60-летний юбилей. Именно в этот день, в 1958 году, наша команда под своим первым названием «Искра» дебютировала в первой зоне класса «Б» чемпионата СССР. А завтрашний матч против Ростова станет праздничным. На центральном стадионе соберутся легенды «Рубина» разных лет. О том, как готовилась команда к необычному поединению. Красивые цифры в этот день были связаны не только с юбилейной датой. Перед тренировкой Олегу Кузьмину вручили сразу две футболки с номерами 600 и 200. В последнем поединке Кузьмин забил 600-й гол «Рубина» и провел за клуб 200-й матч. Матч против Ростова – проверка не только для игроков, но и для тренерского штаба. Курбан Бердыев еще совсем недавно тренировал наших соперников. А многие футболисты из нашего состава выступали в рядах ростовчан. «Хорошая команда, разбираем ее. Все бойцы там достаточно хорошая команда. Нам тренер просто говорит, слабые, сильные стороны соперника. Мы их принимаем и готовимся играть против Ростова и выиграть матч». С турнирной точки зрения у «Рубина» не осталось даже теоретических шансов на выход в Еврокубке. И сейчас главное достойно – доиграть в ближайшие матчи. «Все-таки цель была, да, и теперь, когда она нереальная практически, то сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать ту игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается, которую хотим видеть, но в целом сподвижки какие-то есть». Игра «Казанцев» с Ростовом начнется на центральном стадионе завтра в 16.30. Болельщиков просят приехать заранее. Перед встречей запланировано множество сюрпризов, связанных с юбилеем нашей команды. Алмаз Гафиат, Фельшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. И у нас на этом пока все. Буквально через несколько минут ждем напряженной игры ЦСКА «Акбарс». Это четвертая финальная встреча, пока счет в серии 2-1 в пользу «Акбарса». Впереди еще прогноз погоды, а мы увидимся завтра в 19.30 и болеем за наших. Редактор субтитров А.Семкин «Акбарс» Добро пожаловать в семью. Телекарда. Смотри, не переплачивай. Дум РТ «Хадж» приглашает вас совершить «Хадж и умру» по дешевым ценам. Совершайте «Хадж комфортно» вместе с нашими опытными руководителями. Звоните. Телефон в Казани 21 21 300. Количество мест ограничено. Ах, какая машина. Мне бы такую. А что мешает? В Канавто возможно все. Ниссан Кашкай за 13 300 рублей. И это еще не все. Только в апреле и только в Канавто. Три ТО в подарок. Приезжайте и выбирайте свой автомобиль. Ниссан Канавто делает мечты реальными. Оренбургский тракт 209. Напротив РКБ. 230-30-30. Конкурс «Мини-мист Татарстан-2018». Кастинг 22 апреля в торговом центре «Мега». Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Телефон 29 555 49. Возрастное ограничение 0+. Здравствуйте. Пасмурный циклон продолжает управлять погодными процессами в республике. Ожидаются дожди, местами даже снег. Подробнее о погоде после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Востанье 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево осадки прекратятся и около 5 градусов выше нуля. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачные погоды с прояснениями также плюс 5. На севере республики Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность около 4 тепла. На северо-западе в Арске, Кубмаре, Болтасе, ожидается дождь, местами снег и всего 4 градуса выше нуля. На юго-западе в Болгарии Буинский држаном будет пасмурно с дождем плюс 7. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши также пасмурно, но без осадков и около 6 градусов выше нуля. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани переменная облачность, местами дождь, температура воздуха днем плюс 3, плюс 5. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова